В Непале началась экстренная эвакуация иностранных граждан. В Турции Стамбул оказался под ударом эпидемии из-за нежелания властей вводить обязательный карантин. В Индии медицинский персонал борется с коронавирусом всеми доступными методами. В Объединенных Арабских Эмиратах приступили к реализации политики импортозамещения в связи с эпидемией коронавируса. Постоялец московского зоопарка дал мастер-класс физзарядки для самоизолированных россиян. Непал, самое высокогорное государство в мире, находящееся в Гималаях, принял решение о прекращении гражданских воздушных сообщений и въездного туризма вплоть до окончания эпидемии коронавируса, свирепствующего в мире. Мы строго следуем полученным от правительства предписаниям. Согласно правилам, мы должны удостовериться перед эвакуацией, соблюден ли двухнедельный карантин. Поэтому, когда иностранец поступает в службу спасения, то прежде всего мы проверяем его въездную визу, чтобы выяснить, провел ли он уже на нашей территории две недели. Потом мы проводим тестирование, чтобы определить его состояние здоровья. В настоящее время власти Непала собирают иностранных граждан в столицу республики Катманду. А уже после проведения срочных мер по сортировке больных и диагностике коронавируса приступают к эвакуации в родные страны визитеров. По имеющейся информации, в горах на походных трассах осталось порядка 500 альпинистов, преимущественно из европейских стран. Местные медики работают в тесном контакте с посольствами государств, выходцы которых подлежат вывозу. Именно дипломаты стран происхождения незадачливых скалолазов и обеспечивают всю логистическую часть операции. Стамбул превратился в настоящий рассадник коронавируса для всей остальной Турции. Таково заключение мэра города, подвершего жителей этого мегаполиса жесткой критики. За три недели марта в стране было инфицировано около 15 тысяч человек, причем более половины случаев приходится именно на город на Босфоре. 15% населения продолжает перемещаться по городу, как ни в чем не бывало. Это приблизительно 2 миллиона человек, то есть соответствует по численности крупному населенному пункту в Европе. Глава муниципальной власти считает, что необходимо введение обязательного карантина с ограничением права на свободу передвижения. В этом его поддерживает и президент Турции Раджеп Таип Ардаган. Если наши сограждане поймут необходимость самоизоляции, то нам не потребуется принимать дополнительные меры. Уже принятых мер будет вполне достаточно. Помимо карантина, речь идет о необходимости мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Правительство Турции не закрыло на сегодня все непродуктовые магазины, опасаясь резкого падения уровней жизни целых социальных слоев турецкого населения. Пандемия коронавируса заставила индийских врачей, как и их коллег за границей, столкнуться с острой нехваткой специализированного медицинского оборудования для тестирования и защитных комплектов одежды для медицинского персонала. Мы вынуждены пользоваться простейшим защитным комплектом одежды. За неимением лучшего нам выдали пластиковые дождевики и солнцезащитные очки. У нас нет респираторов, и мы используем обычные трехслойные маски. Несмотря на временное отсутствие необходимого оборудования, индийские врачи на сегодня не страдают от наплыва пациентов. Удивительным образом, одна из самых густонаселенных стран в мире, в Индии проживает 1 миллиард 400 миллионов человек, граничащая с Китаем, сумела избежать массового распространения вируса. Сами индийцы связывают этот удивительный с точки зрения академической медицинской науки факт с тем, что они массово пьют коровью мочу в качестве дезинфицирующего средства. Обработка и продажа этой биосубстанции поставлена в Индии на промышленную основу. На начало апреля в этой стране числилось чуть более 1600 инфицированных при 38 зафиксированных летальных исходах. Экономический блок правительства Объединенных Арабских Эмиратов приступил к реализации политики замещения зарубежных товаров на отечественные. Поставки из стран, охваченных эпидемией коронавируса, фактически прерваны, что ставит под угрозу жизненный цикл ряда наиважнейших для народного хозяйства ОАЭ предприятий. В результате ряд компаний взял на себя организацию аварийного снабжения. Сдаётся мне, что после окончания кризиса, вызванного пандемией, мы массово перейдём к местному производству необходимых нам товаров. Мы начнём производить запчасти к технике прямо здесь, то есть у себя дома. Зарегистрированная в столице Эмиратов лаборатория ИМЕНСА выпускает до 20 тысяч защитных прозрачных комплектов для лица в неделю. Примечательно, что ДАХА организовала прежде всего местное производство, именно медицинского оборудования и снаряжения. В первую очередь, хирургических масок, которые раньше эта страна заказывала в Иордании. Сотрудники московского зоопарка решили поддержать соотечественников, занимающихся домашней самоизоляцией на всём протяжении нашей континентальной территории. Коронавирус не дремлет, поэтому люди должны оставаться по месту жительства. Но заточение в четырёх стенах можно провести с не меньшим удовольствием, чем это делает, например, замечательный китайский бамбуковый медведь Ру Йи. Его акробатические карамболи на снаряде, состоящем из бочки с верёвкой, были выложены на страничке зоопарка в интернете. Зоологи предлагают россиянам заняться физкультурой, приняв для себя панду в качестве образца для подражания. Ну а если забавный черно-белый зверь предаётся развлечениям бездумно, как и положено братьям нашим меньшим, то человек, считают сотрудники зоопарка, мог бы подойти к процессу с пользой для дела. Например, заняться вертикальным вытягиванием на стремянке, чтобы смахнуть пыль с книжных полок или верха шкафа. Не менее полезно для здоровья и общего оздоровления атмосферы квартиры разобрать завалы, пилящиеся по углам и таящиеся во мраке под диваном. А Ру Йи будет терпеливо дожидаться окончания карантина, и чтобы встретиться в стенах зоопарка со своими многочисленными поклонниками. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.